всем привет привет рада приветствовать вас на своем канале благодарю новых подписчиков за то что подписываетесь за то что помогаете чтобы мой канал рос а для моих постоянных зрителей огромная благодарность за то что вы ставите лайки комментируетесь и остаетесь мне верными и преданными мне это почему-то очень важно хорошо что мы с вами сегодня будем смотреть позиции видите выбираете мне кажется я уже вообще про это перестала говорить почему потому что но все время забываю что есть новые люди которые еще не знакомы с моими тараканами вот и желательно бы их ознакомить итак первая позиция голубенькие кроме шик 2 позиция красный и третья позиция зеленый камешек и сейчас говорю для новичков тайм-коды есть в описании под этим видео и под каждом видео вот но вы можете прослушивать весь расклад и выбирать ту информацию которая вас откликается если она вас зацепила значит с ней стоит поработать если никак не цепила то просто пропускаете мимо мимо ушей ну принципе так или иначе наш мозг так именно и сделает то есть то что не вашего на это не будет обращать внимание а мы с вами сегодня посмотрим расклад который называется ваша ведущая программа или иллюзия расклад может называться по-другому но смотреть мы будем одну вашу программу основополагающую которая влияет вообще на вашу жизнь да то есть это та программа которая на которую вы опираетесь до который очень часто проявляет себя в вашей жизни то есть программа это некое убеждение некая такая установка благодаря которой вы совершаете те или иные действия и посмотрим аналогичную ей иллюзию да то есть на какую иллюзию вы опираетесь что-то в таком роде не знаю что получится позиция номер один голубенький камешек посмотрим программу и иллюзию и так ваша программа единички на которой вы опираетесь королева мечей ясное дело и иллюзия пятерка жезлов начну с иллюзии почему-то мне так сразу захотелось и люди а пятерка жезлов здесь иллюзия может заключаться как раз таки в плане того что в этой жизни все нужно как-то отстаивать за все нужно бороться надо соревноваться надо сражаться что-то преодолевать причем это борьба она внутри вас ясное дело да здесь вы как будто бы не знаю сами собой все время в чем-то соревнуетесь чем-то себя преодолеваете где-то что-то себе доказываете знаете игра одного актера вот здесь вот про вас причем знаете какая-то такая очень активная иллюзия почему она является для вас иллюзии потому что есть альтернативные варианты развития ситуации и жизни и в данном случае модели поведения но вот вы почему-то выбрали именно вот это знаете здесь ощущение того что это иллюзия вам нужно скорее всего просто потому что вы такой человек по своей натуре не очень не очень активный до малоподвижный не то что вы не совсем не ходите да а здесь вот скорее всего активность которая вам необходима в жизни она компенсируется к краске через какое-то соревнование да это может быть соревнование самим собой до стать лучше лучше себя усовершенствовать вашу модель вашу программу вот то есть здесь идет компенсация вот этой активности жизнелюбия щедрости вот огненной какой-то стихии она идет как раз таки через внутреннюю борьбу это помогает вам как-то знаете не находиться здесь присутствует страх того что вы можете бояться что как-то перестанете развиваться то есть развитие для вас она необходимо и где-то внутри себя вы осознаете что если все в моей жизни будет хорошо как по четверке жезлов если будет праздник если будет удовольствие то мне не захочется выйти из этого состояния да то есть когда мы ездим на отпуск очень сложно вернуться потом к своей рутине и хочется прямо остаться на этом берегу моря океана на белом песке плоти и так лежать загорать и получать удовольствие и вот вы здесь как будто бы присутствует вас страх что вы застреваете в состоянии и и не идете дальше в развитии поэтому вам вот это вот пятерка жезлов она необходима как модель как раз таки поведение который заставляет вас дальше двигаться развиваться да то есть почему иллюзия иллюзия заключается в способе не в том что необходимо дальше двигаться а именно в способе вашего развития что здесь еще говорю в дальнейшем движении выпадает восьмерка кубков да как подтверждение того что я сказал не хочется о чем говорит восьмерка кубков она всегда говорит о том что я где-то осознаю глубоко внутри себя что мне нужно двигаться дальше да то есть то что я имею на данный момент этого недостаточно и мне необходимо двигаться и мы оставляем то что уже нажили какие-то свои победы какие-то свои ценности то что во что вкладывались причем в какие-то эмоции где нам было очень хорошо и мы идем неизвестность мы идем дальше то есть здесь как будто бы заложено внутри каждого из нас эта программа что необходимо дальше двигаться и не застревать вот здесь вот этот иллюзия как раз таки подтверждает то что я и говорила да что необходимо идти дальше в своем развитии но еще раз повторюсь и скажу иллюзия не в том что нужно двигаться а в том как вы движетесь по жизни почему выбираете вот это вот борьбу потому что таким образом не вот по старшему аркану суда вы как раз и себя и усовершенствовать и то есть здесь как будто бы какая-то не то чтобы критика по отношению к себе какие-то очень высокие требования и вот здесь идет развитие развитие своего пути у вас есть внутренний какой-то критерий который говорит вам о том что вот сейчас вы отклонились от пути и вам нужно вернуться то есть это вот какие-то очень такие высокоморальные высоконравственные какие-то ценности что ли вас есть ну то есть не те на которые средняя масса людей как-то вот опирается у вас есть какие-то свои критерии какого-то идеального такого человека который должен вот именно идти по жизни как-то развиваться и здесь вот понимаете вы сами себя не оставляете в покое вы сами себя вот как-то подгоняете подгоняете поэтому вот эти вот по пятерке жезлов вызовы которые вы бросаете сами себе они вам просто необходимы для духовного вашего развития то есть этого этого требует ваша ваша душа да вот вопрос был почему вы выбираете вот именно такой способ ну потому что через как-то такой способ у вас идет очищение себя оттачивание себя какая-то вот гранировка да если есть такое слово да когда вот мы оттачиваем каждую грань своего собственного алмаза так это про иллюзию а теперь про вашу ведущую программу ну ваша ведущая программа по королеве мечей о чем она может говорить о том что вы это человек который должен все просчитать причем знаете такая программа с одной стороны защитная почему потому что королева мечей это в в развитии это следующая ступень после королевы кубков то есть что-то произошло в нашей жизни да мы выходим из своей кубка вости и своей мягкости покладистости и идем непосредственно уходим от чувств и идем в разум в в интеллект в ум и вот здесь вот за такой внешностью до холодного человека не держащего дистанцию не подпускающегося не подпускающего к себе скрывается такая достаточно мягкая мягкая личность умеющая любить умеющие чувствовать переживать сопереживать с другими людьми умеющие проживать эмоции да то есть вот прям такая достаточно интуитивная и вот здесь вот программа говорит о том что я должна себя как-то защищать до защищать от этой психологической боли которые кто-то может не нанести и поэтому я вот стою на страже да я буду компенсировать неумение свое в коммуникации почему потому что неумение как тут знаете хочется сказать по-доброму вот как-то по человечески что ли говорить не то чтобы это не как бы это объяснить вам чтобы правильно понялись не то что вы не умеете коммуницировать но иногда когда включается вас вот какие-то страхи они очень часто вас вот это вот волнительность тревога вас включаются вы как будто бы тогда теряетесь то есть когда вас вызывает на эмоции вы теряетесь и вы не знаете как себя повести ощущение того что как будто бы терять в этот момент дар речи то есть вы можете быть логичный структурированный и достаточно мудрый в тот момент когда не включены ваши эмоции и здесь получается когда вас выводят на какие-то эмоции вы теряете дар речь у вас появляется некое такое косноязычие вы выбираете больше уходить в молчанку да либо очень грубо кому-то как-то что-то скажете отрез то есть вам проще не сесть за стол переговоров дай как хороший дипломат поговорить прояснить что-то выяснить вы можете отрубать очень резко да то есть ты не подходишь под мои стандарты я от себя отрубаю отрезаю и причем вот здесь вот это вот жесткость она присутствует но все-таки не складывается такое впечатление что за этой жесткостью присутствует какая-то такая очень мягкая личность которая это вот знаете особенно если вы женщина здесь есть такой момент когда вот кто-то доводит вас до истерии хочется в этот момент чтобы какая-то сильная рука либо сильное плечо вас обнялась к все успокойся я тебя услышал да все будет так как ты хочешь чтобы человек как-то успокоили а здесь получается так что вот прям приходится входить какую-то конфронтацию как-то отстаивать свою точку зрения и вот вот этот вот сценарий по королевы по королеве мечей он не совсем вам комфортен приятен это защитный механизм для вас с вам комфортнее было чтобы с вами разговаривали здесь важно чтобы на вас не поднимали голос не в плане того что вас не уважают а вообще вы не воспринимаете когда на вас кто-то кричит либо как-то отстаивает свою точку зрения очень громко да то есть вы вот игры вот этот вот мягкость она как будто бы как знаете это не ёжик с колючками а это как она называется это животное у которых есть такой панцирь например такое интересное у него прям вот 33 как-то вот таких вот панциря сделан да один другой а входит он тоже может крутиться как как катиться как ёжик вот у вас нету колючек по отношению к другим людям вас есть вот это вот броненепробиваемый панцирь в который вы периодически закрываетесь поэтому здесь сценарий он не подходи ко мне я близко к себе никого не подпущу тем более друзья тем более там я не знаю какие-то вот любовные отношения это вообще к общению то есть включение как у вас что-то кто-то спрашивает его очень насторожен и да вы будете тактичные вы будете формальный но при этом вы не будете показывать себя вы не вы не тот человек который вот вам кто-то улыбнулся да и вы сразу открыли свою душу и понеслись рассказывать истории своей жизни нет вы будете очень достаточно насторожен и вот этот вот ваш сценарий это ваша ведущий такая некая роль которую вы проигрываете если еще что-то здесь знаете такой некий стратег по рыцарю пендакли который говорит я говори говори да ты делай делай все что хочешь я я тут я никуда не ухожу я просто за тобой наблюдаю и в нужный момент я приму свой и сделаю свой стратегический шаг да то есть человек достаточно терпеливый человек дающий неимоверное количество шансов в возможности другим людям для того чтобы они как-то вот себя проявили да здесь не с позитивной точки зрения вот с негативной то есть если вас кто-то обижает вы как будто бы позволяете чтобы это было не с целью чтобы вам ну то есть мазохизм до наслаждаясь от боли на это удовольствие получает этого нет а с целью того что знаете вот как будто бы проверить проверяют на прочность то есть сколько тебе хватит хочешь сказать наглости да и и невоспитанности да сколько вот пока ты сам да не дойдешь до того что ну пойми что то как ты поступаешь это неправильно то есть вот здесь что-то такое да то есть раз там нахамили 23 вы молчите не потому что вы еще раз скажу позволяете чтобы с вами плохо к вам плохо относились а просто знаете такое ощущение в позиции наблюдать и то есть не неинтересно насколько твой уровень наглости хамство беспредела вот где-то черта да когда ты уже не перейдешь и когда вы понимаете что все этот человек у него нету пределов у него него нету краев то тогда вы ставите на место этого человека да то есть вот здесь здесь такие сценарии так единички все с вами очень очень сильная личность но при этом очень мягкая внутри неважно вы мужчина или женщина вы человек который умеете сопереживать с другими людьми вы человек который умеете разделить боль страдания возможно вы не будете плакать вместе с другим человеком да но вот хочется сказать что вы их тяжелый момент всегда протяните руку помощи может быть даже с кем-то просто посидите в тишине либо обнимите знак того что я разделяю твое состояние да я понимаю о чем ты сейчас что и что с тобой сейчас происходит такое человеку вот прям но внутри и вы мягкие а внешне вы амазонка если женщина если мужчин то мужчины то такой знаете такой альфа-самец но мне почему-то идет если вы мужчина вы относитесь к той категории что если с вами есть подходящая для вас женщина вот именно ту которые вы выбрали по своим каким-то критериям то внешне в социуме вы будете львом а когда будет возвращаться домой вы будете вот таким мягким белым пушистым барашком да то есть это вот как я не знаю в картинках рисует либо фильмах показывает такой большой папа под два метра до такой шкаф вот и маленькие дети особенно девочки начинает вот там что-то красить до бантики завязывать там косички плести а он сидит спокойный вот такой знаете вот но при этом вдруг там какая-то необходимость и он так отодвигает своих детей и любимую женщину за спину и становится альфа-самцом в плане того что моя роль быть защитником и вот вот это очень очень мило да это вот прям очень няшно и приятно здесь вот такой такой архетип идет человека хорошо позиция номер два красненький камешек смотрим двоечки у вас в ваша ведущая программа и ваша иллюзия которая часто проигрывается значит ваша программа ваше убеждение и и ваша иллюзия почему улыбаюсь потому что на убеждение знаете предполагается что-то быть что-то такое серьезно но это вот как раз и оценочная позиция но мы ее убираем у вас выпала семерка кубков да то есть какая ваша программа непосредственно иллюзии а какая ваша иллюзия десятка куб иллюзия иллюзия здесь даже не иллюзия скорее всего а у меня идет ваше желание да вот какой-то так какого-то такого утопического мира когда вот все счастливы и вы это вот прям верите в то что это возможно что люди могут быть человечными могут быть добрыми могут быть не знаю вот здесь здесь какой-то такой идеальный мир когда все друг другу помогают когда готовы протянуть руку помощи да когда вот умеет разделять счастье с другим человеком такого знаете вот как в рекламных каких-то таких роликах по посудомоющимся средствам да когда накрываешь стол там я не знаю на 150 на 200 человек с картерцей вот и значит везде эти тарелки и все все вся деревня собирается и все вот там веселятся вот что-то такое как какой-то образ некой такой общины и некого такого клана как когда-то давно жили люди в мире и согласия без каких-либо ссор вот здесь вот как что-то такое идеальное какая-то идеальная семья наполнена эмоций здесь вот иллюзия скорее всего того что либо вы не можете выразить компенсация почему у нас появляется иллюзия компенсация того что вот вам необходимо как-то выражать свои эмоции у меня ощущение того что у вас нет такой возможности то есть люди вас быстро отсекают когда видят ваш эмоциональный фон типа мнение мне такой человек не нужно мой ты ты свободно можешь расплакаться потому что тебе некомфортно либо например улыбаться потому что ты радостный то есть нет такое ощущение что вот в вашем окружении какие-то такие достаточно прагматичные серьезные люди которые не могут воспринимать ваши эмоциональные перепады они как будто бы от вас отстраняется но у вас есть эта потребность либо наоборот вас как-то ограничивает выражение своих собственных эмоций проживания либо вы сами себя ограничиваете и поэтому есть вот это вот потребность компенсация выразить свои эмоции и вот это вот и иллюзия что наступит когда-то тот момент когда я буду счастлив наступит тот момент когда вот будет все так наступит тот момент когда дом будет полная чаша и всех будет хорошо и мы будем все сидеть за одним столом и мы будем праздновать день рождения и никто не будет напиваться и не будет никому борту бить все будет очень так культурно воспитана вот и и дети будут чисто одеты и никто не будет голодать то есть вот здесь вот действительно и люди какого-то идеального идеального такого мира и почему это иллюзия с одной стороны как я уже сказала это ваша компенсация а с другой стороны это иллюзия немножечко но она может и вредить и может и с другой стороны у нее какой-то такой терапевтический терапевтическое свойство вашей жизни то есть когда все достаточно мрачно все достаточно тяжело и серьезно вот ваша как будто бы мозг выбирает вот этот вот побег в эту иллюзию то есть он как будто туда погружается наполняется энергетическим вот всеми этими эмоциями состояния которые мы необходимо подпитывает как-то себя и снова возвращается вот в эту есть в эти серые будни которые для которые ранят вас то есть для вас они достаточно сложные в переживании поэтому с этой стороны она может быть терапевтическое но с другой стороны в минусе она эта иллюзия может быть негативно почему потому что вы как будто бы но здесь идет убегание да то есть я убегаю в своей голове в какой-то идеальный мир да то есть я не принимаю это реальность минус заключается в том что вот в той реальности которая для вас сложна для понимания вам ее сложно принять есть к что-то такое хорошее да что отчего вы сами отказываетесь то есть вот в этой какой-то серой обыденности да где люди очень жестокие и жесткие в этом есть тоже что-то свое позитивное и вот не ваша задача в том чтобы вы это увидели не убегали а научились жить в реальности и здесь не про то что вам необходимо будет потом как-то себя изменить нет здесь это связано с какой-то частью вас что вы не принимаете а мне ощущение что это грань именно вот структурности может быть даже некоторой степени и жесткости дисциплины она вас есть но она как будто бы спит и она просится на свободу а вы на нее не обращаете внимания то есть здесь не то чтобы вы как-то ее подавляете вы даже ее не замечаете вы даже не знаете какие качества у вас есть вот именно вот в этом контексте до тех пор пока вы не столкнетесь с этим поэтому вот минус здесь стоит как краски на обратить внимание на это что касается программы да вот это вот какого-то убеждения то у нас выпала семерка кубков то есть большая степени вы проживаете как будто бы парить и в небеса вы не умеете стоять на ногах плотно на земле то есть нету заземленности да то есть очень много фантазии очень много что-то такого придуманного додуманного нарисованного опять же это связано с одной стороны с вашей натурой такой очень тонкой ранимой чувствительные с другой стороны как будто бы нежелание нежелание вот именно заземлиться то есть не хватает не хватает опоры то есть вас как будто бы никто не учил этому да то есть как 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 можно соединять вот эту вот вашу тонкую натуру и при этом проживать физическом материальном мире и быть в достатке то есть но прекрасно чувствовать себя в этом состоянии то есть здесь здесь про это да программа программа о том что от вы парите до небесах с одной стороны а с другой стороны как раз таки не умение делать выбор да вот знаете здесь они про ответственность я иногда говорю что вот выбор связан за то что мы боимся последствия своего собственного выбор ответственность нести за собственными здесь нет здесь как будто бы не умения делать выбор в плане того что как-то нет у вас какой-то вот основа вот это вот земли которые я говорила не хватает вам не хватает какого-то фундамента до ценности фундамента стержень на что могли бы опереться то есть почему вы не умеете делать выбор почему вам сложно сделать какой-то выбор потому что нету четких критерий знаете как вода она же мягкая на гибкая на ласти эластичная стоит и только замерзнуть и превратиться в лед тогда у нее появляются какие-то формы так вот здесь примерно то же самое вот вы как вода да это же семерка кубков и как вода разливаетесь и не хватает структуры до структурированности и вот эта структурированность она у вас появляется только тогда когда вы четко осознаете свои собственные ценности когда вы четко понимаете сами себя кто я да что можно что нельзя что доступно что нет что есть вот этот примета что есть то есть какая надо вам выстроить внутри себя какую-то определенную систему ценностей как то я не знаю какой-то список перечень какие-то критерии какие-то пункты на что вы будете опираться при выборе чего-либо вашей жизни например выбираете там я не знаю работу да есть какие-то определенные критерии что можно или нет а вам сложно в этом определиться вот допустим у вас стоит задача выйти на работу почему потому что мне нужна энная сумма да и поэтому я могу пойти на любую работу мне неважно в чем она будет заключаться главное чтобы я получала там я не знаю 50 тысяч рублей к примеру вот но этого недостаточно и поэтому вы идете на первую попавшую работу который вам предлагает такую сумму и вы считаете что вот вы должны быть удовлетворены вам же платят эти деньги но помимо финансового аспекта есть же какие-то другие критерии при выборе работы да там например коллектив предмет занятости и еще куча всего вот здесь вот этого перечень и как будто бы у вас нету и это и есть та структурность о которой я говорю то есть это и есть те параметры по которым вам необходимо научиться делать выбор это наша основа это своя ваша суть то есть вы некий такой знаете некая опора на которую вы как-то вот можете за что можете схватиться в трудный момент это то что может придать вам силы ощущение того что здесь когда вам очень сложно вам не за что схватиться да то есть как-то вот уныние когда у вас появляется ваша жизнь и вам сложно выйти из этого состояния не только потому что вы по натуре эмоциональный человек а потому что они за что схватиться а ради чего допустим мне идти на работу до либо а ради чего мне сделать что-то вот это вот ради чего вашей жизни в негативных каких-то аспектах туда вам бывает трудно сложно вы не находите потому что внутри вас этого нету да то есть вы не создали в себе хочется сказать вот эту записную книжку с подсказками да то есть когда будет трудный момент тебе нужно опираться там я не знаю на на храбрость на стойкость на какие-то другие ценности вот ощущение того что здесь у вас система ценностей не выстроена вот просто не научили не научили вот здесь про это поэтому и выпали кубки так двоечки с вами все идем дальше позиция номер три троечки самые самые сложные у меня самые сложные ваша ваша ведущая программа ваши убеждения одна какая-то программа одно какое-то очень убеждение которое вот вами управляет на которой скорее всего вы опираетесь и иллюзия наша программа и иллюзия смотрим вашу программу ваша программа девятка кубков ваш принцип по жизни все что приносит мне удовольствие до и мне в этом комфортно хорошо это вот прям это прям мое но но главное чтоб не в душу не лезли главное чтобы от меня ничего не просили да то есть здесь убеждение того что я хочу жить хорошо и хочу жить свое удовольствие именно свое удовольствие до чтобы я не было приятно вот но чтобы я проживал эту жизнь я был на виду но самостоятельно как-то во что-то вкладываться здесь я не хочу да то есть то ли я не знаю это убеждение последнее время у вас появилась потому что как-то вот устали все время как-то что-то давать и давать здесь девятка кубков она какая-то такая вот найти карта некой закрытости нет погружения вот ваше бессознательное погружение в какие-то состояния они неземные хочется сказать неземные здесь как-то вот наверное все таки я скажу что здесь как будто бы ваша бессознательная играет очень яркую роль вашей жизни почему что здесь за программа вам важно очень важно ваше удовольствие до десятка мечей хочется сказать что вот это вот видите как будто бы никогда не кончалась какое-то такое убеждение с одной стороны она хорошая хорошая потому что это все-таки про удовольствие это про комфорт вашей жизни а с другой стороны здесь вот присутствует какая-то усталость то есть почему вы не хотите на чтобы ну вот было развитие что пошли дальше десятку или там еще как-то вышли на новый уровень здесь вот вы не хотите не хотите выходить из девятки кубков почему но не хотите завершение двойки куб двойка кубков потому что знаете как то вот хочется сказать вы с трудом приходите в какую-то гармонию вы с трудом вообще приходите в гармонии как внутри себя так и во внешнем мире то есть вам удержать как-то гармоничное вот это состояние дорогого стоит то есть очень много сил возможно прикладываете для того чтобы быть чтобы вас был какой-то вот такой счастливый фоновое счастливое состояние даже не счастливое спокойно только просто не трогайте меня на вот что-то такое интересно понимаете здесь нету линия здесь нету других по здесь какой-то защитный механизм это идет то есть оставьте меня в покое очень напоминает мужчину который приходит с работы устал там особенно если работа ответственная да либо где-нибудь там я не знаю на заводе очень шумная вот и приходит домой хочет отдохнуть и появляется жена у которой конечно же есть домашние какие-то дела где нужна мужская помощь что-то сделать что-то отремонтировать вот она к нему подходит начинает его просить он доставьте меня в покое не хочу я ничего делать да и со стороны может показаться эта ситуация что просто мужик ленится на самом деле вот ему как будто бы знаете вот нужно восстановиться от того что он прожил до в течение дня вот этой вот все шумы я хочу абстрагироваться вот здесь какая-то такая энергия то есть вам очень очень тяжело здесь возможно человек такой как-то почему-то мне мужская энергия идет здесь человека который как то вот не то чтобы дерганый но человек который постоянно находится в какой-то вот в каком-то напряжении да то есть очень много требований к этому человеку да очень много ответственности на нем и поэтому так чтобы позволить себе расслабиться насладиться такое бывает очень редко ощущение того что найти всю неделю работаю на работе а на выходные я работаю дома если не дом это жена заставляет работать на даче да еще хуже и у свекрови до либо там наоборот у тещи что-то здесь вот в таком роде поэтому вот вы как-то достаточно сложно находите баланс внутри себя спокойствие как-то не получается даже когда вас другие не трогать вы сами как-то себя заводите да здесь вот не случайно у меня выпало двойка кубков где за изображены две женщины в этой колоде я уже неоднократно говорила есть альтернативные карты вот этого двойку кубков где изображены две женщины имеется ввиду что вот вам как будто бы не хватает вот это вот женской энергии вот этой мягкости на то есть здесь не хватает принятия принятие какой-то вот своей женской стороны пассивности в данном случае не столько даже мягкости а быть более восприимчивым быть более пассивным здесь человек постоянно каких-то делах находится здесь нету суеты здесь вот прям все четко структурно и по существу но хочется сказать что блин когда ты должен отдыхать и ты на то есть когда-то особенно если где женщины проходят и получается что она работает как минимум на двух работах еще приходит домой и там вот куча детей которых тоже надо заняться хочется сказать а ты либо например утром работа вечером учеба еще домашние дела здесь вот очень занятый человек и вот это вот душевная душевная равновесие душевной гармонии здесь не хватает поэтому ваша программа я сказал что на данный момент у меня такое ощущение как бы как бы сделать вот сейчас на данный момент она ведущая как сделать так чтобы не выпадать из своего гармоничного состояния на почему потому что либо вот как-то нет я думала сначала сказать о том что может быть вы как будто бы не знаю там за не начали заниматься йогой либо какими-то такими практиками да там тай-ти или еще что-то цигон и пришли к этому балансу нет здесь скорее всего не про это здесь как-то вы своим способом находите какое-то состояние вот не очень идет то что вот прямо знаете человек очень уставший физически и морально измотанный вот он сидит где-то на стуле особенно женщина до таком сидячем положении ему кто-то говорит иди лишь на кровати мне не оставь меня вот я вот прямо здесь вот на стуле на кресле вот так вот 5-10-15 минут подремлю и потом дальше буду делать свои дела либо такое бывает найти на дежурстве у врачей а много-много работы вот он так сядет где-нибудь в уголок так прикумарила немножко и ему говорят вот надо бежать снова там по вызову еще что-то либо операции либо какой-то тяжелый больной он тогда да вот пять минут и я приду здесь что-то такое вот это вот какое-то либо вы словили какую-то вот есть на видо измененное состояние здесь она очень и очень важно очень важно и видоизмененное состояние не связано здесь наркотиками либо с алкоголем нет здесь вот именно душевная какой-то равновесие вот этого сейчас у вас ведущая программа интересно я думаю что то такое негативное да потому что потому что опять-таки убеждение до установки но как оказалось здесь вот что-то такое вы не хотите как будто бы чтобы это завершилось вот и ваша иллюзия иллюзия по тройке мечей что в чем здесь иллюзия разбитого сердца паш кубков страдания какие-то да здесь страдания думала может здесь страдания по поводу того что они никогда не закончатся но нет здесь что-то другое здесь что-то другое иллюзия до обнулить как обнулить как обнулить как выйти как выйти из этих страданий и переживаний здесь иллюзия в чем заключается что возможно вы себе как раз и говорите что все я больше не хочу жить в этих страданиях я не хочу больше жить все вот психической какой-то боли до внутренним хочу обнулить хочу избавиться от этого хочу ощутить себя свободным вне этой эмоциональной боли какой-то вот ран психологической но вот в этом есть иллюзия почему потому что на самом деле вы этого не хотите вот в этом-то и иллюзия почему вы не хотите то есть какая польза от этих страданий потому что именно через такой способ смотрите как у вас работает интересная система семерка педагли вышла потому что именно через такой способ вы как будто бы можете отдохнуть то есть через вот именно когда вы страдаете вторичная выгода от этого что я могу как-то себе позволить ну отдохнуть то есть оставь меня вот я хочу поплакать ну когда человек как-то вот переживай да в принципе если он попросит его оставляет в покое вот он как будто бы вот то что вы хотите свой покой вы как у того по другому его получить не можете только тогда когда вы страдаете как будто бы тогда вас все оставляют в покое вот и ну типа хочешь страдать да ладно страдай мы тебя оставим в покое тогда вот вы как будто бы отдыхаете то есть здесь интересно такая компенсация идет почему для вас важно страдание почему потому что вот после этого страдания к смерти его потому что когда вы начинаете страдать у вас с одной стороны вас никто не трогает вы находитесь каком-то своем состоянии интровертности и в этот момент вы начинаете созидать в этот момент вы начинаете что-то анализировать к чему-то приходить у вас происходит потом какие-то изменения то есть момент очищения то есть вы не просто так страдаете да потому что от этого получаете удовольствие а потому что с одной стороны вы как-то отдыхаете а с другой стороны отдыхайте плане переключаетесь от каких-то своих обязательств а с другой стороны вот вы вот в этом моменте да когда что-то вам больно где-то вас ранее вы можете сидеть о чем-то глубоком такому философском думать вот в этом моменте созидания вы начинаете отсекать и понимать что вот это вот не нужно так не надо да от этого можно избавиться вот это можно изменить то есть это вот какой-то такой созидательный момент у вас происходит который приводит дальнейшем к изменениям да то есть потом когда вы выходите из этого состояния вы начинаете меняться вы начинаете как-то поступать по-другому вас здесь как будто бы идет перерождение то есть пока здесь философский подход идет своего рода то есть пока вам не будет больно вы не сможете увидеть как-то переоценить свою жизнь то есть нет такого момента что вот слушай ну вот это вот не работает да ну-ка давай-ка я подумаю как можно это изменить нет здесь у вас так не работа ощущение того что вот это вот иллюзия надо создать ситуацию страдания для того чтобы оказаться на самом дне чтобы хочется сказать головой чтобы тебя лицом мордой ткнули вот нехорошее слово не буду говорить куда вот сами знаете и только после этого вы как-то вот как-то так встрепенетесь и начинаете включать свои мозги что надо было вот так то есть пока не упадете на самое дно каких-то перемен своей жизни вы не совершаете то есть нету вот этого вот обнуления и как будто бы здесь выработался некий такой рефлекс что когда больно после этого приходит какое-то очищение то есть после эмоциональной боли всегда вот как говорит да вот по плачь станет легче вот что-то здесь такое то есть я почему это иллюзия потому что ну если вы хотите короче потому что есть другая альтернатива можно жить по-другому да то есть это не не совсем такой здоровый подход к ситуации но опять таки кто оценивает здорово нездоровый если вы так привыкли если вы так живете и ну вам с этим окей и вы таким образом растете то кто может сказать что надо по-другому если вы не хотите по-другому а вы выбрали для себя то есть ваш мозг привык работать именно таким образом то какие бы вы курсы тренинги не проходили он меняться не будет надо ему будет только доказывать в том что есть другой способ и тогда ваш мозг скажет окей покажи мне если я посчитаю нужным и оценю что он лучше и эффективнее чем тот который я для себя выбрал пускай через негатив тогда я в него пойду то есть настолько вот эти вот нейронные связи сформированы в негативе что формировать новые нужно будет прикладывать большое усилие и большой уровень осознанности осознанности плане я даю себя чет что я сейчас делаю это очень сильное напряжение потому что вообще очень много энергии тратится на мыслительные процессы то есть мышление это самый трудный способ как этот энергетический для нашего ума когда начинает работать лобные доли мышлением очень много когда мы действительно мыслим да не просто думаем а мыслим на чем-то размышляем да там например какие-то философские понятия затрагиваем очень много энергии поэтому после таких мыслительных процессов мы чувствуем себя опустошенными да то есть и кажется со стороны да что ты делал что копал да нет я вот прям подумал но по-настоящему подумаешь тоже стал вот и здесь поэтому не так-то просто и когда я слышу что вот можно сделать да все можно вопрос хотите ли вы да хочет ли ваша голова согласна ли она с этим вы-то может быть и хотите но вот здесь нужное согласие и головы и вашего сердца да вот по двойке кубков поэтому вот такая вот у вас иллюзия так ну мне кажется все здесь все мои девятка кубков и перекроем гармония которая вам необходима такая была у меня третья позиция я благодарю вас за внимание хочу пожелать вам всего самого светлого все самого наилучшего любите себя заботись о себе разрешайте себе все можно все можно до сих пор пока вам это не запрещается то есть если не запрещается значит разрешается живите с разрешением внутри себя и удовольствие с вами прощаюсь до следующих раскладов всем пока пока